Добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того, в какое время вы смотрите этот видеоролик. Меня зовут Дмитрий Егоров, я являюсь соавтором и методологом программы методического комплекса NetStock.pro. На этой неделе мы подготовили к выпуску новый 35-й релиз нашего программного методического комплекса. И я собираюсь рассказать вам о новом функционале и изменениях, которые произошли в этом релизе. Самые большие изменения произошли в части работы с заказами, в части формирования помощника заказа и вообще формирования заказов. Там настолько большие, что нам понадобилось даже создать дополнительную форму помощника заказа. Но давайте обо всем по порядку. Итак, помощник формирования заказов. Пойдем от простого к сложному. У некоторых клиентов периодичность обновления информации раз в день, даже раз в час, оказывается достаточно редкой. Для таких клиентов появилась галочка «Актуализировать исходные данные». Если мы поставим эту галочку, то с определенной периодичностью NetStock будет проверять, не надо ли что-то загрузить из учетной системы. Для этого на стороне учетной системы запускается соответствующее регламное задание, которое проверяет и при необходимости обновляет сведения о том, когда мы последнего загружали остатки, товары в пути, ну и последние справочные показатели. Это все важно для клиентов, которые работают практически в режиме онлайн, и у которых в процессе формирования заказа поставщику что-то может меняться в статусах товаров в пути, статусах товаров на складе. Есть у нас такие клиенты, для которых это крайне важно. Еще один важный момент, который появился, это изменилась немножко логика работы галочки с учетом ожидаемого срока прибытия заказа. Я думаю, что кто-то из вас уже сталкивался с тем, что если у вас есть маниклатура с ярко выраженной сезонностью, например, которая продается только зимой или продается только летом, он мог столкнуться с ситуацией, когда изменение буфера, опускание буфера не помогает, потому что летом нам вообще не надо такой продукции, или наоборот зимой нам вообще не надо такой продукции. В этом случае правильным было бы изменение статуса этой номенклатуры с какой-то даты, с какого-то периода. В работе у нас в следующем релизе это обработка изменения статуса на период, которая позволяла бы с даты по дату поменять статус, ну, например, со складской на заказную и по окончании даты вернуть обратно, либо в обратную сторону, это же как удобнее. По аналогии с обработкой и установлением буфера на период. Но уже сейчас мы можем менять статус, и эта галочка проверяет, какой статус будет действовать у номенклатуры на ожидаемую дату прибытия заказа, и если номенкатура не находится в статусе складская на тот момент, допустим, она заказная, то она не попадет в список номенклатуры, по которой нужно формировать заказ, и, соответственно, по ней заказ не будет сформирован. Еще одна небольшая, но полезная сервисная функция, которая появилась в помощнике формирования заказа. Многие из вас знают, что когда вы поставляете, и у вас есть собственная цепочка складов, когда у вас есть центральный склад, с которого питается какой-нибудь распределительный центр, а с него питается еще какой-нибудь склад, то часто, когда мы делаем заказ до буфера, мы не можем его все равно пополнить, потому что на складе-поставщике этого остатка просто нет. Поэтому появилась функция сервисная, галочка, если мы ее поставим, то при расчете потребности будет проверено, достаточно ли остатка на складе поставщика, и если нет, то заказ будет ограничен тем количеством, которое есть на складе поставщика. Мы здесь видим, что у меня сейчас всего достаточно, то есть у меня на складе поставщика 10 тысяч, потребность у меня 3 тысячи, ну, соответственно, в данном случае все прекрасно закажется, даже если эта галочка будет стоять. Ну, это все были небольшие сервисные функции, а теперь давайте поговорим о крупных изменениях, которые появились в работе помощника формирования заказа, и которые, собственно говоря, и потребовали такого длительного срока разработки этого релиза. Многие сталкивались с ситуацией, что потому что, допустим, пандемия, или потому что поставщик нас подвел, у нас может подвымоться товар во всем сроке пополнения, ну, точнее, во всей цепочке складов, просто весь вымоется, у нас будет опростащен центральный склад, и питаемые склады, и везде у нас остатков будет мало, или не будет вообще. И если мы будем действовать в стандартной процедуре, когда мы на каждый склад заказываем по его потребности, то мы привезем сначала на центральный склад по дуцелевого уровня буфера, он тут же распределится вниз по цепочке, потому что там тоже у нас пусто, и в этом случае у нас опять будет голый центральный склад, и нужно опять срочно делать заказ. Вот чтобы такую ситуацию закрыть, был реализован целый комплекс расчета потребностей по цепи складов. То есть появилась такая группа расчет по цепи складов. Это отдельная команда, то есть если мы ее не будем нажимать, то у нас будут работать помощники по формированию заказов, как обычно. Вот он у нас, собственно, сформировал. Но если мы будем считать потребность по цепи складов, то мы выбираем эту группу, там есть две команды. Одна из них рассчитать потребность по цепи складов. Если мы на нее нажимаем, то, соответственно, выполняется расчет потребностей, которые не только на центральном складе существуют, но и по всем складам, на которые эта номенклатура поставляет. Чтобы реализовать эту возможность, нам понадобилось к номенклатуре прикрутить определенную отчетную форму, которая бы имеющаяся у нас информация уже представляла в наглядном виде. Вот в данном случае это топология складов. Мы должны выбрать склад, с какого мы будем строить топологию. Нажимаем кнопку сформировать. И вот у нас получается. Мы на одной картинке можем посмотреть, как у нас эта номенклатура поставляется. Вот такое сочетание, которое здесь вы видите, это особенность конкретного клиента, потому что это склад готовой продукции на склад готовой продукции. То есть так выглядит номенклатура, которую мы производим сами и дальше поставляем по своим филиалам. Вот так выглядит топология складов. И, собственно, эта отчетность, она и используется для расчета потребностей. Вот мы видим, что потребность основного склада у нас 3600 с копейками единиц, а по цепи складов у нас аж 20000. Здесь мы можем сделать несколько действий. То есть мы можем, собственно говоря, оставить его как есть и заказать только на центральный склад. Или мы можем сразу разместить большой заказ, за то, что в словаре TSEO называется Elephant Order. То есть большой заказ, заказ слон, который бы сразу пополнил вам всю потребность по цепи складов. Соответственно, если мы решили разместить заказ слон, то мы выбираем команду заполнить графу заказать на основе потребности по цепи. У нас заполняется потребность заказать. Мы нажимаем кратность заказа. Она округляется за кратность заказа. И таким образом мы можем отправить поставщику увеличенный заказ на поставку, который покрывает сразу всю потребность складов. Кстати, я должен сказать, что это работает не только до целевого уровня, но также, если у нас напряженка с деньгами или сильно все не загружено, то мы можем классически так же заполнять на желтой границе, до половины целевого уровня. Это если у нас все с деньгами не очень хорошо. И теперь еще об одном большом изменении в функционале, настолько большом, что для него понадобилось сделать практически новую форму помощника формирования заказов. Теперь в разделе заказа у нас, кроме помощника обычного, есть помощник формирования по методу PUSH. Сейчас я объясню, что это такое. У нас возможна ситуация, когда товара на складе источники, на центральном складе, недостаточно для того, чтобы полностью заполнить бусеры всех складов, которые питаются с этого склада. А это значит, нам нужно каким-то образом распределить этот товар на те склады, которые пополняются с нашего склада. Вот для реализации этой задачи у нас появился помощник формирования заказов по методу PUSH. То есть здесь мы выбираем поставщика, склад поставщик, выбираем дату и благодаря топологии складов, о которой я уже показывал, у нас заполняется потребность по складам, которые питаются с этого склада. Делаем обновить данные. У меня там стоит отбор по номенклатуре, у меня стоит сортировка по срочности, поэтому сейчас у нас сразу заказы будут отформированы с точки зрения срочности их исполнения. И вот мы здесь с вами видим, что одна и та же номенклатура у меня поставляется вот на эти склады. По кодам номенклатуры видно, что это одна и та же номенклатура. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас есть возможность просчитать, сколько нам нужно заказать. Как эта штука работает? У нас считается процент заполнения буфера, который был по каждому заказу. Видно, что здесь он был пустой, здесь он был в красном и так далее. Дальше помощник пытается рассчитать среднюю заполняемость буфера. Вот в данном случае по этим складам, с учетом того, что где-то излишки, где-то нехватка, составляет она 85%. Дальше он пытается пополнить от самого слабого, от самого менее наполненного до среднего уровня, распределяя с центрального склада столько, сколько там есть. Вот мы видим остаток на откладе. И, соответственно, он его распределяет. Он его распределяет. Соответственно, после того, как все распределилось, у нас на складе что-то осталось, цикл повторяется с заданным шагом. Вот у нас есть шаг увеличения буфера. То есть дальше он пытается поднять наполненность на 3%. Распределяет на 3%. И это происходит до тех пор, пока либо буферы не будут полностью наполнены, либо не кончится товар на складе источники. В данном случае мы видим, что товар на складе источники закончился раньше, чем мы смогли наполнить все буферы. Вот уровень наполнения буферов. Вот у нас колонка заполненных буферов. Вот она. Она здесь отражена. Естественно, этот помощник отрабатывает не быстро. Это не для частого использования механизма. Но в случае, если у вас образовываются дефициты, у вас есть нехватка товара, а вам нужно обеспечить достаточно сопоставимый уровень наличия на питаемых складах, то им можно пользоваться. Сразу скажу, что работает пока это только на один шаг. И, собственно говоря, и дальше будет работать на один шаг. То есть мы делаем поставку с питающего склада, в данном случае со склада готовой продукции, на склады филиала. Если дальше нужно это распределить со склада филиала на какие-нибудь другие розничные точки, то этот цикл надо будет уже повторить для конкретного склада филиала. На мой взгляд, очень интересный функционал, очень интересная функция получилась. И будем надеяться, что она будет полезна. Как всегда, такие вот такого рода функции у нас появляются в рамках проектов внедрения. Перейдем от глобальных новых функций к небольшим улучшениям, которые тоже произошли в этом релизе. Один из важных разделов нашего решения это динамическое управление эмбушетом. Значит, соответственно, что здесь появилось? Ну, во-первых, появилась возможность другого способа настройки динамического управления буфером. Давайте мы сейчас тоже с вами сейчас чего-нибудь выберем. Какой-нибудь вклад. Возьмем тоже вклад готовой продукции. Давайте возьмем на сегодняшний даток. Применим отбор. Итак, у нас есть такой параметр, как вы помните, это минимальный целевой уровень буфера. То есть, уровень буфера, ниже которого буфер не должен опускаться ни при каких условиях. До того момента, до 35-го релиза у нас был один только способ расчета. Это по минимальной партии и кратности. То есть, он считался по уровню из настроек сведений об основном поставщике. У нас бралась минимальная партия плюс однократность. Вот ниже этого уровня не рекомендовалось опускать. Значит, в 35-м релизе у нас появился следующий функционал. У нас есть возможность установить его по статистике продаж. Задается некая константа, в рамках которой это анализируется. Мы обычно берем полгода. И там рассчитывается целевой уровень буфера, вероятность которого не опускается ниже, чем 95-процентная вероятность продаж. Вот обратите внимание, что вот здесь такие достаточно серьезные цифры тоже появляются. Это значит, что продажи, во-первых, частые, во-вторых, достаточно большие. И если мы опустим просто ниже этого уровня, то вероятность 95% целевой уровень буфера у нас будет ниже, чем 95-процентная вероятность суточной продажи. Вот эту штуку мы настраиваем. Для этого у нас в нормативно-всправочной информации появились возможности установки, на каком периоде это анализировать, с какой надежностью. То есть мы можем поставить 95%, как мы делаем по умолчанию, можем поставить 100%, и тогда это будет подпиковать грузки. Сами вы эту настройку сделать не сможете. Эту настройку для вас могут выполнить наши администраторы. После голосования с ними они с удовольствием вам выполнят настройки констант. А сейчас существует механизм, который позволяет это сделать уже в автоматическом режиме. Как мы смеемся, мы продолжаем пилить искусственный интеллект. Еще одно дополнение в части работы с динамическим управлением буфера это просто добавленное удобство. Часто возникает желание у человека в процессе принятия задач по динамическому управлению буфером, это знакомая вам форма рекомендации по динамическому управлению буфером, возникает желание, собственно говоря, перейти и что-то изменить в настройках дуб. Поменять то же самое минимальное значение цуб, ниже которого не рекомендовать. Для того, чтобы эта штука отработала, возникает желание, особенно в процессе, то есть перейти к настройкам, но это нужно взять руками, перенести все отборы. Сейчас появился более удобный механизм, мы можем выделить строки, которые нам нужны, и по кнопке перейти к настройкам дуб, форму только закрыть, и по кнопке перейти к настройкам дуб, у нас уже будет отбор передан, и по этому отбору заполнится, и мы можем просто изменить те значения, которые мы хотим поправить сразу же в процессе выполнения задач по динамическому управлению буфером. Мелочь, но приятно. Развиваем удобство. Еще несколько моментов, связанных с изменениями в документах, с повышением удобства работы с документами, которыми мы устанавливаем нормативно-справочную информацию. Нашим пользователям очень понравился механизм заполнения по отбору, который был в документе сведений об основном поставщике. Теперь во все документы нормативно-справочной информации, коих у нас основных три, это сведения об атрибутах, сведения об основном поставщике, сведения о буфере запасов. Во все эти документы добавлена возможность заполнить по отбору с использованием различных вариантов отборов, которые мы только можем сюда применить. Основные из них это место хранения, номенклатура, основной поставщик, статус, все те поля, которые используются в документе. Плюс у нас есть всегда возможность обратиться к любого рода дополнительным параметрам, которые тоже могут использоваться как отбор. Сегодня такой механизм во всех документах нормативно-справочной информации используется. И более того, точно такая же возможность появилась в сводном отчете. Потому что мы столкнулись с ситуацией, что время от времени требуется отобрать в сводный отчет номенклатуру по сложным отборам. Для того, чтобы эти сложные отборы не задавать на закладке отбор, напоминаю, что эта закладка отрабатывает только после того, как сформировались вот эти основные отборы. Мы сделали сервисную функцию, которая позволяет заполнить номенклатуру по отбору. Точно так же вы можете сюда установить любые отборы. Отобранная номенклатура делает вам список номенклатуры, по которой будет формироваться сводный отчет. Ну и по этой номенклатуре дальше вы можете уже работать со сводным отчетом. Это оказывается очень удобно в запуске проекта, особенно если у нас нормативно-справочная информация администрируется на стороне учетной системы заказчика. У нас есть проекты, где и статусы, и сведения об основном поставщике, и сведения о сроке пополнения администрируются на стороне учетной системы заказчика. Соответственно, тогда работать со сводным отчетом становится не очень удобно, потому что в стандартном режиме настройки, если вы помните, мы из документа сведения об основном поставщике можем просто перейти в сводный отчет и, собственно говоря, там с ним поработать. Создавать отдельный документ, просто чтобы сделать отбор, не очень удобно. Поэтому этот отбор теперь есть в сводном отчете. Еще функционал, который появился. Многие клиенты просили добавить возможность для задач контроля новой номенклатуры, то есть полноты заполненности статусов, заполнения сведений о поставщике. Те клиенты, у которых небольшое количество номенклатуры, которые управляются для наличия, они просили возможность исключать номенклатуру по какому-то признаку из задач по контролю новой номенклатуры. То есть не проверять заполненные сведения об основном поставщике, например, для номенклатуры со статусом заказная. Сегодня есть возможность гибко настраивать, для какой номенклатуры отрабатывает задачи контроля новой номенклатуры. Для этих же клиентов в рамках контроля монитора основных показателей могут быть добавлены контроль полноты передачи документов. Когда документов много, если произошло какое-то проживание, то нужно тоже контролировать серии документов переданных, и для них добавлена возможность контроля полноты передачи документов. И еще одна большая доработка, которая пока готова к использованию в тестовом виде, и это большой шаг в сторону совсем уже автозаказов. У нас появилась возможность настраивать для поставщиков графики формирования заказов. То есть мы можем перейти, создать документ график, где для поставщика, для конкретного места хранения, для номенклатуры, установить график, по которому этот поставщик принимает заказы. И таким образом уже можем формировать, на основе формирования графика, то в помощнике формирования заказа, мы можем формировать заказы только по поставщикам, у которых на сегодня есть график заказа. То есть вот есть вот такая галочка с учетом графиков заказа. Для того, чтобы она заработала, у нас должны быть заполнены графики, то есть мы используем механизм типовой 1С графиков, и соответственно должны быть настроены графики для наших поставщиков. Это уже шаг практически к такому автозаказу, когда человеку можно будет вообще не заглядывать в помощник формирования заказов, на текущий момент этот функционал пробный, в тестовой эксплуатации, то есть все желающие могут попробовать настроить, дать нам обратную связь по необходимости пользоваться или не пользоваться. Он не является обязательным к исполнению, но мы его планируем развивать и дальше. А на сегодня, в общем, это все. Помимо того, что я вам рассказал, как обычно мы занимались производительностью, устраняли выявленные ошибки, поэтому давайте нам обратную связь, подписывайтесь на наши социальные и социальные сети и будем рады получить от вас информацию о том, какой функционал был бы, на ваш взгляд, еще полезен в рамках развиваемой, конечно, нами института. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова